Тренер дает последние наставления. Данил Шапран из Ноябрьска готовится показать отличный результат. Сейчас юноша перворазрядник, но цель юного спортсмена попасть в десяточку, выполнить норматив и стать кандидатом в мастера спорта. Данил занимается стрельбой из пистолета второй год. И за это время уже успел изучить особенности этого вида спорта и даже интересовался, как готовится к соревнованиям именитые стрелки. Здесь много разных фишек, много разных даже поверьей. Даже некоторые стрелки, например, чтобы лучше попасть, они стараются не разговаривать вообще перед стартом. В физкультурно-спортивном клубе «Фортуна» проходит личный чемпионат округа по стрельбе из малокалиберного оружия. Он проводится впервые за всю историю нашей стрелковой спорта на Ивале. Раньше это были спортсмены, трудящиеся, где участвовали простые спортсмены, именитые спортсмены. Это немножко было несправедливо, будем говорить. В «Фортуне» собрались только спортсмены, не любители. Участники из Муравленка, Ноябрьска, Губкинского, Таркасале и Нового Уренгоя. Соревнуются в двух залах. Стреляют из винтовок и пистолетов. К слову, оружие, которое держат в руках спортсмены, находится в стрелковом клубе под специальной охраной. На время соревнований оно выдается строго под подпись ответственных лиц. Как говорит главный судья, чтобы тир или стрелковый клуб получил разрешение на оружие, надо пройти не одну процедуру. Это надо получить лицензию на оружие, разрешение на хранение оружия. То есть это довольно длительная процедура, которая повторяет через каждые пять лет. Поэтому есть определенные условия. Да, у нас в России немножко, не немножко, а сильно ужесточены по сравнению с Европой и другими странами, и там, где спортсмены могут хранить оружие дома. К слову, закупается не только оружие, но и специальная форма. Один из элементов можно наблюдать на участниках соревнований по стрельбе из винтовки. Участники соревнований надевают специальную куртку, которая помогает поддерживать позу изготовки при стрельбе стоя. Она действует, как скафандр, частично разгружает мышцы спины. Жесткие металл-курки поглощают пульсацию спортсмена и обеспечивают устойчивость, предотвращаясь от скальзывания оружия в точках опоры. Стрелкам из винтовки специальное снаряжение весьма кстати, ведь они стреляют 60 раз из положения лежа в одном упражнении, а после по 20 раз из положения стоя, с колена и снова лежа. Пистолетчикам полегче, у них оружия меньше, стреляют они всегда стоя. Сначала по неподвижной, а затем по появляющейся мишени по 30 раз. Результат не приходит сразу. Нужно подходить с умом. Также большое значение имеет психология, а не только физические моменты. А что именно в психологии? Ну, нужно правильно настроиться перед стрельбой. И, ну, не думать о результате, не стараться его выполнить. В результате соревнований в стрельбе из винтовки во всех упражнениях лучшей среди женщин стала Анна Рябинина, Губкинский. Среди мужчин Алексей Каменский из Ноябрьска. В стрельбе из пистолета во всех упражнениях лучший результат показала Светлана Антонова из Муравленко. Среди мужчин Виктор Немна, приехавший из города Ноябрьска. Я навязываюсь, Александр Анфимов. Новости Губкинского.